так дорогие друзья мы с вами продолжаем вязать рукав мы с вами остановились на счетчике рядов 18 и для это у нас для m l in для excel да и количество петель нас в общей сложности 76 38 слева и 38 справа для с вы должны были остановиться раньше на счетчике рядов 14 и у вас в этом случае у вас будет количество петель 72 петли 36 и 36 теперь опять же я уже по-моему в предыдущем видео вам говорила еще раз напомню для с то что я сейчас буду говорить к с это не относится только только для размеров м и больше и так с этого момента в каждом ряду мы делали в каждом втором ряду теперь в каждом ряду мы увеличиваем по одному по одной петли с каждой стороны а так берем опять декер 2 на 1 нам потребуется двух ушковый декер и с каждой стороны мы с вами начинаем увеличивать то есть мы увеличиваем по одной петли с каждой стороны провязываем 1 ряд данном случае и опять увеличиваем так вот я увеличила справа я все пытаюсь найти ракурс с которым вам будет хорошо видно не знаю может быть в этом он получше будет видно как я увеличиваю петли по бокам посмотрим вот я на 1 передвинула и потом снизу предыдущего ряда периоде и так счетчик рядов 18 провязываем справа налево один я провязали опять увеличиваем с каждой стороны еще по одному еще по одной петле еще раз повторюсь в данном случае мы до этого увеличивали в каждый второй ряд а теперь в каждом ряду по одной петле то есть другими словами мы делаем нашу кокетку еще шире то есть для размеров м и больше ширина кокетки не доста длина кокетки да как хотите называйте нет радиус скажем так кокетки недостаточен для для плеч то есть нам надо еще дополнительно увеличить так провязываем еще один ряд у нас счетчик рядов 20 количество петель 40 для размера м вы на этом останавливаетесь счетчик рядов 20 прошу прощение 40 с каждой стороны то есть 80 счетчик рядов 20 количество петель 80 для размера м останавливайтесь так как я вяжу размер l я продолжаю увеличивать петли в каждом ряду пока дойду до нужного мне ряда заметили как я урывками вижу что делать работа хозяйство муж дочка домашние игра на пианино чтение книг и так далее занимает огромное количество времени приходится вот так вот урывками благо дело есть возможность оставить машину в том положении на котором я закончила и не надо ее каждый раз убирать в этом конечно большой плюс и так у меня счетчик рядов 20 я только что добавила по одной петли с каждой стороны добавляю еще с каждой стороны по одной петле еще раз напоминаю сейчас мы вяжем для размера или что если вы вязали для размера им вы должны были остановиться на на 80 петлях и на двадцатом ряду провязали счетчик рядов 22 и мы продолжаем увеличивать количество петель все также в каждом ряду счетчик рядов 23 я не следила за своей ниточкой а нычка у меня закончилась к счастью закончилась не на середине это было бы мне здесь весело вот вам напоминание если вы вяжете от клубков как я почаще у меня так еще получается что ниточка стоит под столом и я ее не очень хорошо вижу иногда забывают увлеклась наконец-то дорвалась до вязания и забыла посмотреть к счастью опять же для меня ниточка у меня закончилась во время у меня длинный остался хвостик я не буду его обрезать не буду пытаться что-то там с ним делать даже заправлять его не буду пытаться потому что мы сейчас все еще увеличиваем петлю меня не получится красиво заправить но ничего страшного я потом ее заправлю с иголкой это не проблема проблема была бы если бы я не заметила что у меня ниточка заканчивается и продолжала вязать она бы у меня где-нибудь на середине бы упала закончилась и все мои усилия упали бы на пол опять же не смертельно но так как мы с вами сейчас делаем прибавки прибавки они просто вяжем кулиркой ровно было бы проблематично несколько возвращаться на несколько рядов назад и пытаться посчитать в каком ряду мы остановились и сколько там должно быть петель поэтому еще раз вам напоминаю пожалуйста почаще проверяйте свою ниточку чтобы она у вас на середине ряда не закончилась сейчас я быстренько свою заправлю не буду прерывать запись вы меня подождите две минуты вернее даже меньше чем минута мы с вами продолжим вязание опять же очень не рекомендую категорически не рекомендую связывать нитки между собой хотя есть такое конечно соблазн есть когда 50 граммовый особенно клубочки хочется сразу несколько связать один большой клубок намотать что потом не заморачиваться но это особенно для таких относительно толстых ниток как это это будет заметно это будет заметно узел будет заметен на изделии тем более мы вяжем кулиркой не стоит овчинка выделки лучше потратьте дополнительные пять минут и аккуратно заправьте тот вот конец нити то есть рекомендую очень хвостик остается недостаточной для провязать провязаны черного ряда заправьте новую нить повесьте мои любимые прищепки или что там у вас есть для того чтобы для того чтобы петля держалась достаточно хорошо и начинайте с новой нити с нового ряда так сейчас мы с вами увеличим еще на одну продолжим вязание сейчас мы проверим сколько у нас здесь петель то что по моему у меня остался еще один ряд провязать и будем переходить уже непосредственно к рукаву пока мы с вами просто увеличивали пройму наверное я так думаю вот прикидываю скорее всего это будет пройма дальше вот уже будет вывязывание в общем небольшой я спец в этих терминах поэтому не судите строго как видите абсолютный любитель ни в не профессионал и так у нас с вами 44 слева 44 справа это 88 петель провязываю я еще один ряд не забываю заправить ниточку так и хочу сегодня себе дополнительную проблему устроить один ряд и на этом мои прибавки закончились то есть для размера и для размера эль вам надо будет провязать до 80 вернее до 24 ряда включительно и по завершении 24 ряда у вас должно быть 44 слева и 44 справа всего 88 петель если вы вяжете на размер excel то не останавливайтесь на этом продолжайте в том же духе то что я сделала продолжайте в том же духе до счетчика рядов 28 и у вас должно быть 96 петель в общей сложности 96 и 48 слева и 48 справа еще раз для размера и мы с вами останавливаемся и вот то что я сейчас делаю я остановилась на ряду 24 44 слева 44 справа и всего 88 для размера excel вас счетчик рядов будет вяжите вплоть до 28 8 ряда продолжать в том же духе увеличивайте с каждой стороны в каждом ряду по одной петле пока у вас не будет в общей сложности 28 рядов и 96 петель на игольнице теперь мы с вами прибавляем следующих двух рядах непосредственно для рукава то есть нижняя часть рукава опять же пытаясь вспомнить как она называется можете не в комментариях потом написать я думаю что вы понимаете о чем я говорю как мы всегда вывязываем наверно пройма она называется я так думаю вот прямая часть проймы да с каждой стороны опять же будет по-разному в данном случае для каждого размера будет отличаться поэтому я вам сейчас назову все цифры вы пожалуйста запишите по которая подходит вам для размера с с каждой стороны сначала с одной стороны в увеличу прибавляйте 4 до пытаясь вспомнить как называется правильно 4 с этой стороны ряд провязали 4 с этой стороны для размера м5 с этой стороны 5 справа ряд провязали 5 слева моем случае для размера и я буду увеличивать прибавлять 6 петель справа и провязать ряд 6 петель слева и наконец для excel вы будете добавлять 7 петель справа провязывайте ряд 7 петель слева и так еще раз повторюсь что в моем случае я добавляю 6 2 4 6 их выдвигаю в переднее нерабочее положение чтобы они провязались иметь методом обвития я добавляю 6 добавляю 6 петель и аккуратно очень медленно потому что это будет сложным провязаться но провязаться они должны если мы аккуратно провязываем аккуратненько провязываем справа налево проверяем провязались да не денутся так и теперь я делаю с левой стороны тоже самое только в данном случае у вас будет метод обвития противоположную сторону то есть немножко не с руки но сейчас я попробую вам показать что было видно что я делаю вот я делаю метод обвития противоположную сторону видите все важный момент всегда у вас должна соединяющий вот этот вот хвостик проходить подлый под иглами не над иглами под иглами видите сверху вниз сверху вниз так теперь с этой стороны я повешу грузик с этой стороны я повешу грузик чтобы уже точно у меня провязался а эту сторону опять же очень аккуратненько медленно и спеша провязываю провязалась опять в чем прелесть вот этой пряжи то что она не очень капризно здесь провязалась потому что у нас был грузик сейчас метод туда тоже грузе повесим чтобы не скучно одному было сюда мы тоже грузе повесим и на этом после этого мы сейчас с вами будем сразу же после этого убавлять петли почему потому что ширина если мы оставим так такой же такой же ширины рукав или будем медленно постепенно убавлять у вас рукав получится что рукав короткий рукав получится очень широкий ну то есть настолько широкий то что там можно даже нижний белье увидеть если поднять руку вверх поэтому мы с вами будем достаточно резко сейчас убавлять петли чтобы сузить наш рукав чтобы у нас хорошо и красиво выглядел но перед тем как мы перейдем опять же контрольный момент для размера с у вас должно быть 80 петель 40 и 40 для размера и размера и